В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Свободное общение, ответы на интересующие вопросы. В Дагестане началось свою работу международный, межрелигиозный, молодежный форум. Время собирать урожай. В Махачкале прошел первый в Дагестане фестиваль тыквы. Каких размеров могут достигать бахчевые, смотрите через несколько минут. Дагестанцев тройки сильнейших. Спортивная делегация Дагестана заняла третье место в общекомандном зачете на фестивале культуры и спорта народов Юга России в Крыму. В Карабадохенском районе стартовал межрелигиозный молодежный форум. Он имеет международный статус и проводится ежегодно. На этот раз участвуют более двухсот человек. На открытии побывал и Хамзанур Магомедов. Межрелигиозный форум в Дагестане проводится вот уже восьмой раз. Сюда приезжают молодежи из разных регионов страны и зарубежья. Участники представляют три мировые религии – ислам, христианство и иудаизм. На самом деле я считаю, что это притворение в жизнь слов Всевышнего Аллаха. Он говорит «Я создал вас, разделил на племена и народы, для чего? Лита Арафу, чтобы вы познавали друг друга». И вот подобные мероприятия, они служат инструментом для того, чтобы мы узнали, познакомились с культурой, осознали, что в принципе мы не враги друг другу, укрепилось наше взаимоотношение, может быть, любовь, теплые чувства. Поэтому нужно общаться, нужно говорить, потому что если мы будем смотреть друг на друга со стороны, то это ни к чему хорошему не приведет. В этом году форум проходит в Карабудахкенском районе. Ребята пройдут семь дней на базе отдыха «Солнечный берег». За это время они не только познакомятся между собой, но и выслушают мнение экспертов. «Сегодня наши общие враги, враги человечества пытаются нам навязать агрессию друг к другу, пытаются вот это агрессивное настроение увеличить среди молодежи. Я думаю, подобные площадки будут причиной служить для того, чтобы вот эта атмосфера агрессии, она ушла и более спокойно, спокойно и миролюбиво друг к другу мы относились». В программу форума также входит развлекательная программа. Это как интеллектуальные, так и спортивные состязания, экскурсии и выставки, демонстрирующие культуру и быт разных конфессий. «Главная цель – это приобщение к культурам друг друга разных конфессий. Три основные конфессии у нас в Республике Дагестан, и здесь от каждой конфессии определенное количество людей, всего более 200 участников здесь и 20 экспертов, которые будут знакомиться друг с другом, и не только, но и с культурой друг друга, с религией друг друга». На открытие форума приехал в Рио главы Дагестана Сергей Миликов. В своем выступлении он поздравил участников с этим знаменательным событием и пожелал удачного проведения молодежного съезда. «Это мероприятие вносит заметный вклад в укрепление культуры, диалога, обеспечение тесного взаимодействия, совместной работы между представителями наших традиционных конфессий. И, безусловно, это способствует укреплению мира и согласия как в регионе, так и на всем Северном Кавказе. А с учетом того, что этот форум становится действительно традиционным, наверное, укреплению мира и благополучия на многих и многих территориях нашей необъятной роли». На церемонии открытия выступали как представители власти, так и религиозные деятели. Официальная часть завершилась культурной программой. Подарки глухонемым в Дербенте сотрудники Управления культуры и волонтеры посетили людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 95-летия Всероссийского общества глухих для них были подготовлены подарки. Такие мероприятия в городе проходят ежегодно. Члены общественной организации помогают социализироваться, начать работать и заниматься творчеством тысячам инвалидов. В Махачкаре состоялась стратегическая сессия. Министерство образования и науки Республики проанализировало работу Управления образования муниципалитетов. В ходе мероприятия затронули вопросы недопущения нарушений на государственной итоговой аттестации, воспитательной работы с детьми, развитие материально-технической базы и другие темы. Ведомство ставит перед собой цель сделать образование в Дагестане одним из лучших в России. Время собирать урожай. На прошедших выходных состоялся первый в Дагестане фестиваль тыквы. Частные фермеры и сельхозпредприятия со всей республики съехались в Махачкалу, чтобы поделиться наработанным опытом и принять участие в выставке выращенной продукции. О том, каких масштабов может достичь обычная тыква, расскажет Карим Данеев. Дагестан один из лидеров страны по выращиванию тыквы, но фестиваль здесь проходит впервые. Фермеры со всей республики съехались на маленький праздник и привезли свою огромную продукцию на выставку. И мы видим на этой площадке, какое разнообразие тыквы выращивается в Дагестане или что можно выращивать. Мы, Дагестан, важный производитель овощей в стране. Только тыквенных мы выращиваем почти 70 тысяч тонн в основном личных подсобных хозяйствах. Это важное мероприятие для фермеров. Здесь собрались ученые-агрономы и практики, чтобы поделиться опытом. Фестиваль помогает оценить потенциал республики и ознакомить производителей с перспективными сортами овощей. В Дагестане первый фестиваль тыквы. Если смотреть на Европу, Америку, эти фестивали у них уже проходят давно. Плюс у нас здесь представлено 96 сортов тыквы съедобных, которые можно приобрести, приготовить, чуду, десерт. Есть тыквы декоративные. В рамках фестиваля также прошел конкурс на самую большую тыкву. Первое место занял овощ весом 260 килограмм. Победители и призеры конкурса награждены грамотами и денежными призами. Первое место. Каспий. Победил Магомед. Поздравляю, Магомед. Весит 260 килограмм. Самая большая тыква на нашем фестивале. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В горных районах республики устраняют последствия ливневых дождей. К работе привлечено свыше 100 человек и 40 единиц техники. В ситуационном центре главы республики состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его участники рассмотрели введение ЧАЭС в Тлеротинском, Псунтинском и Цумадинском районах. Для оценки масштабов разрушений на места были направлены две совместные рабочие группы. Спасатели обследовали горные районы, включая Шамильский и Ботлихский. Главам пострадавших районов рекомендовано организовать постоянное информирование населения о складывающейся обстановке, обеспечить оказание медицинской и психологической помощи. Напомню, в результате стихийного ливня 23-25 сентября нарушено транспортное сообщение и повреждены линии электропередач. Работы по их восстановлению уже ведутся. Ситуацию на контроле держит руководство Республики Дагестан. Пять человек погибли, еще трое пострадали в автомобильной аварии. Трагедия случилась между населенными пунктами Мамиткала и Дагестанские огни. Столкнулись с грузовикой два легковых автомобиля. На кадрах видно, что одна из легковушек превратилась в дымящуюся груду металла. Обстоятельства и причины ДТП еще предстоит выяснить в соответствующем оценке. Спортивная делегация Дагестана заняла третье место в общекомандном зачете на фестивале культуры и спорта народов Юга России. Двенадцатые по счету состязания с участием делегации субъектов СКФО и Южного федерального округа проходили в Республике Крым. Итоги подвел мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Второй день фестиваля культуры и спорта народов Юга России стартует с самых ярких событий. Это кульминация всего турнира, перетягивание каната. Здесь дагестанская сборная в числе главных фаворитов. С явным преимуществом восьмерка богатырей из Дагестана расправилась с тремя командами в подгруппе. Поочередно были повержены сборные Краснодарского края, Ростовской области и Севастополя. Вела наша дружина и полуфинальную встречу с Ингушетией. Однако травма одного из спортсменов не позволила нам показать максимум возможностей и пробиться в финал. Двенадцатый фестиваль культуры и спорта в этом году расширил географию и охватил 14 регионов. К субъектам Северного Кавказа добавился Южный федеральный округ. Всего около 300 участников. Атлеты определяли сильнейших в 13 дисциплинах. Результаты выступлений в каждом из видов спорта влияют на положение в общем зачете. Шестой год. Весомый вклад в успехи команды Дагестана вносит Шахмир Гебедов. Махачкалинцу не было равных в стрельбе из лука. Соперники всегда были хорошие. Соперники тоже растут. Уровень в первых двух годах было, конечно, чуть трудно. Надо было каждый день регулярно заниматься. Сейчас просто мне походится чуть-чуть поддерживать свою технику и все. Самое главное уже не столько техника стрельбы самой, а вот как подходить к этому с моральной точки зрения. В шаге от медали остановились и наши футболисты. Многократные победители фестиваля успешно вышли из группы и пробились в полуфинал. В игре с командой Калмыкии подопечные Анвара Магомедова вели со счетом 2-0. Но потеря концентрации в самой концовке позволила соперникам сравнять счет. В серии пенальти нам не повезло. Несмотря на некоторые неудачи, медали, завоенные в первый день легкоатлетами, силачами, гиревиками и армрестлерами, а также успехи в борьбе на поясах, настольном теннисе и шашках, помогли нашей команде войти в тройку сильнейших сборных. Вперед! Дагестанская делегация пропустила только хозяев фестиваля и сборную Краснодарского края. Команда сборная нашей республики Дагестан, я считаю, что, конечно, однозначно, я считаю, она могла бы более еще успешнее выступить. Но хочу отметить, что среди 15 команд республики Юга России третье место – это довольно уж достаточно хорошо. Но я лично был уверен, что мы будем первой двойкой или чемпионами, или второе место мы будем. Однозначно. Но мы знаем, что в спорте ошибки не прошаются. Есть моменты, есть задачи, над чем нам работать дальше. Курбан Рагимов, Шамиль Курбанов, Магомед Расул Магомедов. Телеканал ННТ. Алушта. Крым. Смотрите нас также на сайте nnt.tv.ru. А у меня на этом все. До встречи.